о запись пошла я приветствую я приветствую борис ковальский актер режиссер блогер педагог не побоюсь этого слова и просто прекрасный наш товарищ ну я роман качанов а также я приветствую на канале попком и на всех прочих каналах где будет залито это видео благодарных и очень благодарных зрителей сегодня мы хотим поговорить о свободе вот мы назвали этот стрим это сладкое слово свобода понимаешь а что я хотел сказать есть некие такие аксиомы что вот что-то хорошо возникает вопрос почему например из аксиома что красота это хорошо да вот ты как актер режиссер и блогер вот ты красив почему-то априори считается что это хорошо наверно тебе это помогает с размножением вот или когда ты договариваешься с какими-то с какими-то инстанциями а там девушки значит работают возможно тебе это действительно как-то это хорошо но это как ну требует объяснения да но мы сейчас не про твою красоту хотим поговорить а про свободу есть такое понятие как что свободы однозначно хорошо и что это естественно неотъемлемая часть прогресса и вообще цивилизации но при этом мы хорошо знаем территории где свободы слово ругательное и в общем-то благополучно без нее обходится российская федерация гвинея бисао какие-то племена там есть да которые еще не освоили письменности человеческую речь но и некоторое количество из значит каких-то эскимоских племен я точно не помню их номенклатуру тоже считают свободу необязательно во всем остальном мире она считается обязать но скажи мне вот какая польза от свободы если я вот с точки зрения обычного русского эскимоса из гвинеи бисао спрашиваю а какая вот мне польза от свободы свобода и польза это реализационное развитие в первую очередь потому что мы видим входные общества они и франция которые первыми стали на путь свободного у которых впервые появилась свобода прав и высказываний очевидно что в перспективе они не остановились в своем развитии граждане по итогу живут когда у них есть определенный набор свободы как избирательное право право передвижения право высказывать свою собственную мысль нету такого понятия для меня что какой-то не готов к свободе как вот постоянно любят рассказывать по российскому телевизору нам еще рано к этому готовиться мы еще никогда не будем готовы что свобода это еще и ответственность ответственность она страшно более так соблазнительно диктатору сказать что я вас освобождаю от всяких свобод но зато я на всех вас теперь отвечаю а потом 30 апреля 45 года а ну вас всех нахер разбирайтесь как хотите на себе не показывай ничего не показывай видишь я так размертся что даже телефон упал ну просто действительно всегда же пытаются свободу впарить как некое освобождение мол вот при свободе нужно потом нести ответственность за свой выбор а вот давайте лучше я у вас свободу урежу но я буду если что валить все на меня на тебя валить на диктатора который предлагает что-то в обмен на эту свободу например стабильность а потом когда этой стабильности не наступает почему то ответа когда не наступает стабильность находится много виноватых возникает три сантиметра более того потом потом сами граждане становятся виноватыми а вы какого хрена окна на окрест не заклеили в белгороде а вы какого хрена оттуда заранее не уехали а почему вы не подготовились к паводку ну вот смотри но опять же мы сейчас с тобой уходим немножечко на общие вещи я вот конкретно тебя спрашиваю вот чтобы еще проще было чтобы еще проще было я вот такой сижу я у шлагбаума военный пенсионер ну не тот военный который красивый здоровенный который всю жизнь был на подсосе где-нибудь в росгвардии да вышел на пенсию 45 лет сижу у шлагбаума и все у меня хорошо пенсию мне платят 250 евро ну если пересчитывать на русские деньги да и еще 5000 мне платят зарплату за открытие шлагбаума и я понимаю как пенсионер росгвардии что свобода мне вообще не нужна я хорошо понимаю что все неприятности которые у меня есть это это американцы навредили и рептилоиды поскольку поскольку так-то все хорошо вот как мне вот этому пенсионеру объяснить вот я этот пенсионер я тебя спрашиваю вот нахрена мне Боря свобода все у меня есть баба с толстой жопой у меня есть да я пиво приду с работы попью это сам друзья у меня есть питька по лестничной площадке и это самое и Борька интернетами я пользоваться не умею но в принципе даже если бы умел мне особо ничего не прибавил я тебе даже более того скажу у меня любовница есть молдаванка а вот зачем мне свобода мне без всякой свободы зашибись вот зачем мне свобода вот пока вот эта идиллическая картина в вакууме случайно не нарушается тем что твоя любимая дача в шесть соток и захочет быть отжена более зубастым соседом которого родственники ФСБ и его близкие друзья в черном в черных куртах поломали тебе ноги тут все и заканчивается потому что как только это случается тебе понадобятся институты свободного общества а именно независимый суд потому что при несвободной конструкции этот суд подчиняется властям города и по указке тебя еще виноватым сделают тебе понадобится внезапно независимая пресса чтобы придать огласку это тоже институт свободного общества А самое главное – неприкосновенность частной собственности. Это все три основополагающих признака свободы в плане свободного общества. Независимый суд, независимая пресса и неприкосновенность частной собственности. Всего этого в современной России нет. Оно есть на бумаге, но по факту его нет. Поэтому, если ты как-то перешел дорогу более зубастому подвиду приматов, тебя лишат всего. Отожмут, попугают. А для того, чтобы этого всего не произошло, вот ты должен иметь доступ к институтам свободного общества. Ведь все эти люди, все эти мужики в шлагбаумах, они же прекрасно понимают, что все продается и все покупается. Что все решается. И что прав тот, кто сильнее. Они же не будут с этим спорить. Они же наверняка скажут, ну да, конечно. Ну так это же, блин, у меня же две лычки, а у него четыре. Понятное дело, что он меня трахнет и все. Ну что, будет это оспаривать? Так вот, чтобы этого не произошло, должно быть свободное общество. Свободное общество, это в первую очередь институты, которые независимы друг от друга. Где редактор газеты не является подчиненным губернатора или мэра города. Или, не дай бог, главы местного ФСБ. Вообще не убедил, я тебе хочу сказать. Вот, ты знаешь, вообще вот не убедил. Хорошо. Я не умею общаться с такими людьми, видимо, я же из культуры. Я для них африори классовый враг. Роман Романович. Ну посмотрите на меня, с моей длиной волос. Ну, кто я для них? Я для них, это, слово истинно. Тебя мы уже обсуждали. Ты красив, ты нравишься девушкам. Ну или к определенному. Ну, пидор одним словом. Девушкам и кассиршам в супермаркетах. Хорошо. Нет, девушки и кассиршам это понятно. А что, девушки и кассиршам в супермаркетах не любили? Бухгалтершам меня любили всегда. Бухгалтершам я всегда нравился. А если еще с шоколадкой прийти, они же там всегда чаи гоняют. Так что нет, я знал. А что, это аудитория? Передадим привет всем работникам в бухгалтерии. У меня мама работала в бухгалтерии. Ничего такого я не видел. Особенно тем, кто вовремя мне начислял в свое время зарплату. А ты как-то с горечи сказал в прошедшем времени, что уже никто не начисляет? Сейчас другая система уже. Не-не-не, совсем другая. Я про свободу объясню, как я это понимаю. Хотя я тоже, конечно, не до конца понимаю. И в отличие от своих некоторых демагогически настроенных товарищей, я не берусь нарисовать картину, внутри которой будет все логично, которая не будет соответствовать никакой практике, никакой... Как я понимаю, свобода. Свобода по нынешним временам нужна для того, чтобы деньги зарабатывать. Чтобы деньги зарабатывать, чтобы прокармливать семью, себя и, собственно, чтобы общество жило. Потому что без свободы, без свободы, как известно, труд заключенных, труд заключенных, да, он очень ограничен в ассортименте, скажем так. Это известно, это было все проверено еще в гуладовские времена, да. Что для ученых могут копать, лес рубить, да. С большим трудом и натяжками существовали шарашки, где ученые что-то творили там, но в конце концов их все равно как-то выпускали, да. То есть, грубо говоря, в условиях несвободы невозможно экономическое самостоятельное, самостоятельность и развитие, да. Вот. То есть, без свободы, без свободы, как это, как это, я понимаю, без свободы происходит вырождение, да. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что для России, в принципе, и для некоторых территорий, там, в общем-то, вырождение не пугает, потому что должно было быть в России население 600 миллионов, в Российской империи, если бы все было нормально. А сейчас там около 100 в России, и все, в принципе, все устраивает. Так что... Российская империя все-таки имела несколько иные границы, не будем забывать. В состав Российской империи входили вся нынешняя Балтия, Финляндия, Польша, Украина, вся Средняя Азия. То есть, это все-таки несколько иные границы. И это понятное дело, что с вот этими всеми густо заселенными территориями крупнейшие города Российской империи – это Санкт-Петербург, Москва, Вильна, современный Вильнюс, Варшава и Одесса. Четыре из этих городов сейчас иностранное государство, которые прямо густо населенные были. Поэтому сравнивать Российскую империю и Российскую федерацию тут не очень. На всей той территории, которую ты рассказал, население миллионов 200 максимум. А должно было быть 600. Не важно. Я вообще немножко про другое, да? 600 никогда не было. Это говорили западные аналитики, что вот если реформы Столыпина удадутся, и к 45-му году. Но насчет свободы, кстати, к слову сказать, насчет свободы. Ведь на протяжении долгих веков Россия к этой свободе шла. Вот в частности, реформа Александра Второго – это был огромный скачок к свободе. Если вот так посмотреть, что это была все-таки прогрессивная политика, при всех недостатках… А что за реформа? Объясни, напомни нашим. А, первое – судебная реформа. Тогда введен был суд присяжных, который выносил независимый от местной власти приговор. То есть не генерал-губернатор, но только государь в исключительных случаях мог напрямую вмешаться. И таким образом суд присяжных мог оправдать покушавшуюся на петербургского градоначальника Трепова террористку Веру Засулич. Оправдать. Оправдать. То есть сегодня оправдательных приговоров выносят в разы меньше, чем при Александре Втором. При абсолютной монархии. То есть не прижился. Не прижился, да. Адвокатура мирового уровня, плева, как они, появилась именно в результате этих реформ. Армейская реформа. Больше не забревали в рекворотов на 25 лет. То есть армия становилась что-то типа профессиональной. Потому что они же увидели, почему Россия проиграла в Крымскую войну. Потому что профессиональная армия, которой платили, британцам платили шиллинг за день войны, она эффективнее, чем армия крепостных Николая Первого. Которая тотально разворовывалась от интендантства до высшего офицерства. Совершенно не приспособленная к современной войне. Кичившаяся своими былыми победами. Да мы вас как при Наполеоне. Да мы вас, ну, шапка закидательского. Вот это все. А как суть до дела, так из портов Саутгемптона легче снабжать крымскую группировку, чем из центральной России. При сухопутной-то границе. Дорог нет. Через три моря можно оказываться группировкой. Это же тоже признак свободы. Свободная армия профессиональных военных. Страна, в которой есть независимый суд. Страна, в которой есть независимый от королевы парламент. Газета Times, которая пишет правду о войне. И королева не может ее закрыть. И страна по итогу эффективнее. Просто вот. Просто во всех отношениях. Это, кстати, была уникальная ситуация. Когда в Британии все-таки титульная нация жила лучше, чем порабощенные народы. Чем индусы. То есть в Бомбее жили хуже, чем в Лондоне. Но при этом, при всем, поляки, финны, литовцы, эстонцы жили в Российской империи. Часто даже лучше, чем какие-нибудь тамбовские крестьяне. Окей, смотри. Опять же, я эту программу заделал для чего? Для того, чтобы объяснить простыми словами. Объяснить простыми словами, чем свобода лучше не свобода. Мы вроде как все... Ты вроде как все правильно говоришь. И я вроде как тебе правильно возражаю. Но мы не сильно приблизились к точке объяснения. Я попробую взять на себя. Предположим, что значит несвобода. Вот крайняя степень несвобода – это заключение в некомпиницитарное учреждение. Ну, опять же, если в некомпиницитарное учреждение, где еще очень все слабо с комфортом, скажем так. Ну, вот взять там тот же самый советский лагерь, как мы о нем слышали, читали и, собственно говоря, нам рассказывали наши товарищи там побывавшие. Вот, естественно, стремление заключенного из лагеря убежать. Из лагеря убежать, из тюрьмы убежать. Вот совершенно прямое и, как сказать, зримая разница между свободой и несвободой. Возможно, это можно масштабировать и на общество, и не только на пиницитарное учреждение, но и на некие общества замкнутые. Ну, типа Северной Кореи, Россия там или Ирана, да? Но есть одно серьезное «но». Как говорится, очень большое количество рецидивов. То есть, есть такое… Рецидивов, я имею в виду, многие возвращаются обратно на зону там посидевшие, да? Во-первых, ну, это общая склонность к криминалу и так далее, и так далее. Невозможно никак реализоваться. Есть еще один момент в человеческой природе, что в несвободе, когда тебе дают там, тем не менее, там, хреновое, но трехразовое питание, хреновое, но одежду, непонятные, но в то же время простые, но в то же время понятные какие-то правила, тогда-то отбой, тогда-то подъем. Человеку потом на свободу очень сложно перестроиться. И очень многие возвращаются в тюрьму не только потому, что у них склонность к криминальному криминалу, а потому, что и сознательно, и подсознательно люди хотят вернуться вот в это вот стабильное, стабильное, сытое, полусытое, спокойное состояние. Я помню, я снимал в 92-м году, будто там еще был такой Орешкин, начальник тюрьмы. И 92-й год, но это был сразу следующий год после того, как закончился Советский Союз. И родился я. А? И родился я. Вот видишь, да. Был тогда в Москве такой гранд начальник Гавриил Попов, он вообще был ни про какое не администрирование, везде была грязь, летали бумажки, вот. И было довольно голодно, и поскольку климат там, как известно, в общем и целом говно, еще было и ветрено. И я помню, мне надзиратели рассказывали, а вот у нас здесь трехразовое питание, вот борщ у нас с мяском, заметьте, чисто все. Людям здесь больше нравится, чем вот там вот на улице, где летают бумажки, где Гавриил Попов. У нас вот есть Орешкин, он всем отец родной, да? Вот, поэтому, если масштабировать вот это ощущение, ощущение, ощущение человека, который хочет вырваться на свободу, грубо говоря, птички, который хочет вырваться из клетки, вот почему-то птичка все время хочет вырваться из клетки. Вероятно, это что-то даже глубже, чем в человеческом сознании, это, видно, вообще какая-то природная история, да? В то же время в противоход существует, в противоход существует та же самая страх этой свободы, да? И этим страхом легко манипулировать, этим страхом легко манипулировать. Я не буду называть, чтобы не рекламировать эти громкие и не очень имена неких российских блогеров, да? Ну, которые там сейчас работают, нарисуют блогеров, ну, скажем так, кто занимается мнениями, да? Вне зависимости от того, как они себя декларируют, никто из них не говорит про свободу, да? А все говорят про сытость. Все говорят про сытость в основном. Либо говорят о свободе в каком-то ироничном, издевательском ключе, полностью повторяя тем самым зарубежную хронику советского телевидения. Когда нужно было представить жизнь там, вот в капиталистическом мире, как исполненную опасности, нестабильности. Отсюда все эти штампы, типа, в Париже снова весна, но не радует она простых парижан. Или там преступный курс правительства Тори, текут мутные воды Рейна. Вот там, каждый сплошная безработица, люди в ящиках живут. Я смотрел недавно, мне попался по телевизору, значит, репортаж про прямое включение советского диктора из нью-йоркского Макдональдса. И там, конечно, просто на Пятой Авеню, где в основном дорогие бутики и пешенебельные рестораны, есть один, куда в основном идут обедать нищие мешочники и эмигранты. То есть люди свободно приехали, поднимаются. Эмигранты. Что такое эмигранты? Человек, который уехал из своей страны и работает. Вот видите, вы все туда стремитесь, а вы вот послушайте Виле Токарева, что он вам говорит про эту свободу. Вот, и домой захотите. Под родное советское крылышко. Обратно в тюрьму, да. Так это же, это же, есть определенная категория людей, для которых Советский Союз был идеальным строем. Вот вахтеры. Вот вроде и платят мелочи, зато и делают. Нет, не было таких людей. Не было таких людей. Другое дело, что сейчас многие думают, что он для них был идеальным. То есть они уже задним числом вспоминают Бринка, которого приходил в 9, уходил в 6, сидел, решал кроссворды. Это одно из когнитивных свойств, одно из фундаментальных когнитивных свойств психики человеческой. Попросту говоря, выдавать желаемое за действительное. Это такое крепкое желание, что человек становится убежден, что то, что он себе представляет, так оно и было, да. Мы по нему реализируем. Да. Ну, в общем, с другой стороны, это невозможно им запретить. Да и не нужно, да. Вот. Свобода, так же, как и красота человеческая, так же, как и какие-то такие, что интеллект лучше, чем его отсутствие. Это некие аксиомы, да, вот, которые мы не привыкли доказывать. И вот ты не смог мне доказать. Да и я, надо сказать, довольно плавал по этому поводу. Свобода – это выбор. Но этим, кстати, пользуются злоумышленники, да, о которых ты говорил. И мягко обходя вопросы свободы, некоторые выдают себя за прогрессивных, там, я не знаю, товарищей. Некоторые за мракобесов. Но неважно, но когда из всего этого комплекта вычитаются категории свободы, да, то, в принципе, можно считать это манипуляцией. Любую, и под этим я называю, ну, любая агитация за все хорошее против всего плохого ради чего? Ради свободы. Свобода для чего нужна? Для того, чтобы человек был жив. Но это некий абстрактный человек, понимаешь? А каждому конкретному человеку злоумышленники, и в кавычках, и без кавычек, готовы объяснить, что, в принципе, в отдельном каждом случае это необязательно, да? Вот, Роман Романович, я попытаюсь еще раз со второй попытки доказать на простых, понятных, исторических примерах. Вот почему свобода лучше, чем не свобода? Простите, что Медведева простили. Он, кстати, вот когда-то президент России, как нам казалось, с человеческим лицом, да, говорил, что свобода лучше, чем не свобода. Простейшая фраза. Почему? Любой человек, когда у него спроси, а вот что такое идеальный образ жизни для тебя? Он скажет, открыть свое дело, купить себе машину, купить себе квартиру, съездить в отпуск с женой, детишкам купить что-то. Все это наиболее эффективно будет реализовано в свободном обществе, где ты защищен. Потому что это и есть свобода. Свобода, что у тебя не отнимут жилье, что у тебя не отожмут бизнес, у тебя не отожмут твою систему передвижения, а тебя не вывезут в лес. Это все, все это может гарантировать только институты свободного общества. Это раз. Давича Маргоша Симоньян в своем эфире сказала, что вот как хорошо было. Муравьев Веленский вешал всех инакомыслящих. Вот как было здорово. Товарищ Сталин тоже понимал. Вот все эти люди, которые это говорят, они же себя, когда это говорят, мнят высшей аристократией. Что они там, в царской России, были бы высшей аристократией. Почему? Потому что высшая аристократия как раз и обладала полнотой свободы в этом строе. А Маргоша Симоньян была бы инородцем. То есть сословием, ограниченным в свободе. Это тоже в человеческой психике. Все, когда читают «Три мушкетера» представляют себя мушкетерами, а не крепостными крестьянами, которые в этом моменте. То есть вот, в этом-то и дело. Вы тоскуете по России, которую мы потеряли. А вы знаете, что такое подорожное? Подорожную даже Пушкин, дворянин, с большим трудом выцыганивал у государства, чтобы поехать в Грузию, в Тифлис. Иными словами, это внутренне государственная виза. То есть просто документы от чиновника подписаны, что ты, да, имеешь право переместиться из города в Москву в город Тифлис. А чего так далеко ходить? Я помню времена, когда ты куда-то переехал, в течение трех дней должен был прийти и перепрописаться. Более того, если ты это не делал, то тебя для начала сажали на один год. Ну, то есть сначала там какой-то штраф, потом сажали на один год, а потом, в общем-то, тебе уже более подробно объясняли, что большой лагерь, что маленький лагерь – это одно и то же. И будь любезен, пожалуйста, соблюдать распоряжение начальника лагеря. А какой замечательный квест был перебираться даже в какую-нибудь Болгарию, оформлять загранпоездку? Это сколько инстанций надо было? Вообще было невозможно. За границу выезжали даже в Болгарию, даже в социалистические страны выезжали единицы. И только по турпутевке с огромным количеством оговоренностей, с огромным количеством ограничений. Если часть семьи у тебя оставалась в СССР, это было вообще… Я про заграницу даже не говорю. Но, опять же, колхозникам и работникам сельского хозяйства, сельского труда, только при Хрущеве, то есть где-то в конце 50-х выдали паспорта. Они вообще не имели права передвигаться. То есть паспорт выдавался по особому… внутренний паспорт. По особому случаю. Там заседало все управление колхоза. Выяснили, а зачем тебе нужно уехать? От чего? Чаще всего же люди, которые говорят про достоинство сталинской системы, себя представляют в пыжиковой шапке на мавзолее. То есть сословием, классом при советской власти, который имел полноту свободы. Ну, относительную. Я думаю, они ничего не представляют. Большинство этих людей, которые об этом говорят, просто безмозглые идиоты. Они это подсознательно представляют. Нет, это не значит, что они рационально это понимают. Но подсознательно они же действительно считают, что раз мы при Путине высшая каста, то, скорее всего, при Сталине было бы точно так же. И там при Александре Первом тоже. С какого перепуга они так считают? Но, тем не менее, у них вот есть почему-то такое стойкое убеждение, что их свобода, которая дана им преступно, за счет несвободы других, что она сохранится навсегда. А это неправда. Ну вот, а гарантировать свободу в той или иной степени всему населению могут только институты свободного демократического общества и зависимый суд. Ну, в общем, что я могу сказать? Что цивилизация есть такая фигня. Ну, вот то, что там сто лет назад детская смертность была, половина умирала, сейчас ни одного. Я бы объясняю, что такое цивилизация. Это не абстракция. Что там продолжительность жизни была 40 лет средняя, сейчас 80. Цивилизация – это не абстракция. И цивилизация ничего лучше, чем свободу, не придумала. Более того, скорее всего, даже это не цивилизация придумала, а природа. Потому что про птичку говорили, которая вырваться хочет. Или про хомяка, которая хочет выпраться из аквариума. А природа ничего не придумала. Возможно, есть какие-то отдельные недостатки. Но в цивилизационном плане ничего лучше ни природа, ни цивилизация для своего развития не придумала. Соответственно, путь всех этих сообществ и отдельных индивидуумов, которые отрицают это все, это путь в никуда. Ну, с чем мы всех и поздравляем, как говорится. И чтобы как-то закруглить это все, но признаем тот несложный факт, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Лучше быть свободным и сильным, чем слабым и несвободным. Я с другой стороны. Что я и хочу всем пожелать. Но, к сожалению, на тех территориях, о которых мы говорим, там Северная Корея, отдельные племена Глинея Бесау, Российская Федерация, что там еще. Ну, как-то все. Ну, Иран отчасти, да. К сожалению, там вот не приживается свобода. Я не знаю, как они вообще без этого выживут. Я вот когда-то давным-давно еще читал про дом на набережной, вот эта высотка, которая в Москве. Я знаю. Где жила вся советская номенклатура, там от стахановцев до каких-то... Это не высотка, но неважно, да. Она называлась Дом правительства. И это же действительно был буржуазный рай по сравнению с остальной страной. Такого комфорта, эти четырехметровые потолки, пятикомнатные квартиры, особое снабжение в голодной стране. Но вот представить себе на секундочку. Они, скорее всего, жили в большем комфорте, чем какие-нибудь эмигранты Парижа. И добитки белогвардейцев. Но постоянный страх... Их было тысяча человек на двухсотмиллионную страну. Да. Но постоянный страх, что вот за соседом уже пришли. И туда въехали и другие. Он Рыкова расстреляли. Он теперь враг народа. Снимаем его портрет со стены. А вот въехал Ежов или Егода. И этих убрали. А ведь однажды и за мной придут. И каждый раз думать о том, что стук каблуков на лестнице. Это за тобой. Я не знаю, как в этом жить. И толку с того, что у тебя виды из окна на эти кремлевские звезды. Пропади, а не пропаду. Я не знаю, как вот так жить. Вот в этом постоянном страхе. Вот это же колоссальная несвобода. Постоянно фильтровать базар. И ведь нет же никакой гарантии, что ты не впадешь в немилость к усатому товарищу и сам не окажешься на Индигирке. Или в подвале Лубянки. Вот это же несвобода. И это подталкивает тебя к тому, что раз не стучат на тебя, надо стучать самому. Надо первому настучать. На того, кто может потенциально настучать на тебя. И это все идет как снежный ком. Ну, я тем более так покажу. Я вам Сталина, конечно, не помню. Но я помню еще советское время. Единственным желанием каждого советского человека, причем чем выше он был поднят по иерархии, тем сильнее было это желание, это было вырваться из СССР. Дипломатом, чучелом, тушкой. Потому что все понимали, что жизнь мало того, что несвободна, она еще очень скудная и очень ограниченная. По сравнению со свободным миром. Ну, в общем, мы отчасти пошли по шестому, по двадцатому кругу. Давай мы сейчас будем закругляться. Назовем эту программу, как я уже говорил, от сладкого слова «свобода». Все свободны наши зрители поставить нам лайк и написать комментарий. И я должен продолжить, что и в то же время свободны не поставить. Но я бы утверждал, что поставить обязаны. Вот если в армию ходили, если квартплату платите, то и лайк надо поставить. А если вы такие вот, то все равно лайк поставить. И комментарий написать. Вот, опять же, лучше быть свободным, друзья мои. По себе знаем. Мы с Борисом по себе это знаем. Всего доброго. Борис, верь, она взойдет. Гвезда пленительного счастья. Мы, возможно, мы вернемся через неделю. Поговорим о чем-нибудь. Ожидайте. О чем-нибудь параллельным. Декулян. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok